Привет! Привет! Представься, пожалуйста. Меня зовут Рома Макаренков. Я профессиональный бейкбордист из Украины, живу в Одессе. А ещё ты судья? Ну да, судья. Два года. А судья ты в двух федерациях? Да, уже недавно. Он недавно уже стал в двух. До этого судил по WWA, сейчас уже и WWF тоже. Три звезды. Украина и сейчас ты в Таиланде. Расскажи, что ты здесь делаешь? В Таиланде я уже, можно так сказать, приезжаю уже шестой год. Это моё место, наверное, лучшее, то, что я нашёл, где можно заниматься кайтсёрфингом. То есть, изначально я занимался кайтом, вот, потом я уже перешёл на вейк. И здесь можно совмещать и кайт, и сёрфинг, и вейкбординг, и на Кукете. То есть, для этого есть всё. И погода отличная, всегда тепло, лучшее место для спорта. Почему вейк? Ну, в своё время, как бы, это помогало мне в кайте тренировать трюки. То есть, я иногда заезжал на лебёдку, потренироваться. А потом как-то устроился в вейк-парк работать, ну, и понеслось. Там кайт уже немножко на второй план отошёл, пошли соревнования. Стало интересно делать какие-то трюки уже на вейке. Ну, и фигуры тоже такая интересная штука. То есть, я на кайте, когда катался, делал только эйр-трюки. Вот, когда пришёл в вейке, увидел, что такое фигуры, что по ним можно скользить, там, прыгать с китеров. Тоже очень интересная тема, совсем новая для меня. Ну, затянуло потихоньку. Соревнования. Сейчас ты упомянул о них. Расскажи о своих достижениях, пожалуйста. Ну, по большей части я участвую в соревнованиях в Украине. И один раз участвовал на Пукете международных в опыт категории, там, третье место занял. А в Украине два или три раза вице-чемпион Украины. Это второе место. Ну, и так по локальным соревнованиям езжу, участвую, там, занимаю призовые места. На вейк-скейте тоже катаюсь. Что для тебя лично вейк? Ну, это для меня образ жизни мой. То есть, это моя работа, которая приносит мне удовольствие. То есть, это не какая-нибудь рутина. То есть, я действительно люблю этим заниматься. Стараюсь максимально уделять время вейкбординге. Работа. Расскажи секрет. Тренер? Да, да. Тренер, судья. А сколько времени человек необходимо с тобой провести, чтобы достигнуть того или иного результата? То есть, существуют же какие-то ступеньки его активности, его успехов? Что нужно для того, чтобы с тобой провести? Ну, это от человека зависит и от подготовки базовой, конечно. То есть, человек, который, допустим, спортом не занимался с нуля, но есть предрасположенность, то, допустим, проехать круг на кольце займет там пару занятий, например. То есть, есть люди, не всегда предрасположенные к вейкбордингу, тут нужно больше времени уделять. Ну, каждому по-своему, на самом деле. Чтобы человек начал делать эйр-трюки, что ему необходимо, как долго это занимает по времени и чем можешь помочь ему ты? Ну, первое, это главное, это желание. Представление, что человек хочет сделать, ну, конкретно какой трюк, ну, это уже в первую очередь от меня, как инструктора зависит. Ну, и человеку должно это нравиться. То есть, не просто, там, для галочки, вот, я услышал, узнал, что там ребята прыгают эйр-трюки, я хочу это тоже сделать. А вот, когда человеку-то нравится, вот, главное, чтобы нравилось. И тогда прогресс идет намного быстрее. Это так. Что ты пожелаешь новичкам, которые только вот-вот встали на вейк, видят тебя на воде, делающим какие-то крэйзи-трюки и говорящим, мы хотим так же? Что ты им скажешь? Кататься, кататься, еще раз кататься, желание, и все. Упорствует труд. А как по поводу твоей семьи, она поддерживает тебя? Ну, мне кажется, да, максимально поддерживаю, так как дают мне возможность уезжать зимой на довольно продолжительное время в Таиланд, тренироваться. То есть, ну, по большей части я здесь тренируюсь, чем работаю. Вот. Поэтому, конечно, поддерживаю, да. Есть у тебя спонсоры, люди, которые идут в ногу с тобой постоянно? Да, меня спонсирует украинский клуб Windrider, снаряжение Slingshot Mystic. Вот. Ребята мне очень помогли в свое время. То есть, мой вейкбординг на два этапа делится. Это до спонсоров и после спонсоров. То есть, первое время я катался как бы больше для себя, там, в кайф, можно так сказать, максимально расслаблено. То есть, сейчас я катаюсь в кайф и уже у меня есть мотивация добиваться каких-то новых результатов в соревнованиях и лично для себя расти больше дальше. Какой прогресс ты достиг в этом году? У тебя есть какая-то планка, вот, чем ты можешь похвастаться? Ну, наверное, градусные трансферы, там, перестал бояться заходить на трансферы сложные, делать какие-то градусы сложные. Потому что раньше вот тема фигур для меня была такая, я больше делал эр-трюки красивые, сложные, но вот фигуры я больше катал, ну, я любил катать трубы, рейлы, такое что-нибудь стилевое. Вот, а трансферы для меня была такая более закрытая тема. Сейчас как бы разлочил и стало нравиться. Где тебя могут найти твои клиенты? В Пукет-Вейк-Парке, конечно же, здесь я провожу большую часть своего времени, катаюсь, тренирую в соцсетях, в Facebook, Instagram, в Одессе, когда летом. Где в Одессе? А, в Одессе, в Вейк-Парке Черноморском, я там работаю. Ну, как бы, да, это два основных места, где я нахожусь. Спасибо тебе большое за твое время, очень круто, что ты уделила нам, надеюсь, будешь с нами как можно чаще. Круто, спасибо вам. Спасибо.